Новое видео выходит каждый день в 20.00. На ютубе, а тем более на сам ютубе, в последнее время вы могли увидеть достаточно большое количество разоблачений. Это не тогда, когда я начинал в году этак по-моему 2000, но я не помню в каком, то ли в 16, то ли в 17, по-моему то ли, ну вот, то ли, то ли. Ну точно не в 2018, в 2018 я только закрепил успехи и сделал все, что было в моих силах. Однако, если вы достаточно часто следили за какими-то разоблачениями на сам ютубе, то могли знать, что поводом для этих самых разоблачений нередко являются сборки. Да, именно GTA сам сборки. Но не простые GTA сам сборки, а GTA сам сборки с наличием в них стилеров. Кто не знает, что такое стилер, стилер это программа, а точнее программный код, который ворует пароли. Да и не только пароли, а все, что вы введете в диалоговое окно. То есть он заранее так запрограммирован для того, чтобы считывать ту информацию, которую вы вводите в определенное диалоговое окно. И все это тому самому взломщику, тому самому обладателю вот этого самого стилера приходит. То есть в какое диалоговое окно, какой текст вы ввели, а что вам после этого вылезло, какая надпись, какое диалоговое окно, какое ID диалогового окна и так далее. Все он это видит и при помощи как раз таки этих данных он может взломать ваши аккаунты. Так вот, в последнее время участились случаи того, как в разнообразных сборках GTA Самп ютуберов от мала до велика находят эти самые стилеры. Они могут быть по-разному, там стилеры Карабашкина, Троян ПСВ и все прочее, прочее, прочее. Но на этот вариант они прямо в ролике говорят, мол, чуваки, вы знаете, то есть я не проверял на стилеры там и так далее, поэтому проверяйте сами. Сборку я, естественно, выкладываю, ссылочка в описании, но на стилеры я ее не проверял. Это как, знаете, прийти в больницу, попросить себе там укол какой-нибудь, а тебе говорят, слушай, ну мы его, знаешь, вот этот укол-то не тестировали. То есть, ну, возможно, какие-то, знаешь, побочные эффекты, только спрашивают, блин, какие побочные эффекты, а тебе говорят, ну, значит, смотри, рвота, сыпь, вообще-то умереть можешь, там, пульс где-то 240, там, давление 510 на 10, там, что-нибудь наподобие того, вот. Ну, а так, типа, все можешь проверить сам, то есть вколоть еще кому-то, чтобы посмотреть, какие побочные эффекты будут у него и так далее. То есть, это наподобие того. Однако, я не вижу ничего плохого в том, чтобы ютуберы заливали стилеры в сборке. Да, вы, возможно, можете мне сейчас сказать, мол, как так, у меня же украдут аккаунт. Так вот, тупой долбоеб, если ты не удосужился поставить двухфакторную аутентификацию на твой аккаунт, то виноват только ты, а не GTA, сам ютубер. Какой бы уровнем разотности он не был, но он в этом не виноват, виноват только ты, тупой еблан. Однако, его вина в этом тоже есть. Ведь благодаря нему, у него, ведь благодаря тебе и благодаря ему, у него есть шанс приобрести твой аккаунт. Ну, вернее, не приобрести, а просто заполучить, а у тебя есть шанс проебать этот самый аккаунт. Поэтому, вот, знаете, то есть, GTA, сам серверы, они идут вперед во времени. То есть, еще не у всех, знаете ли, онлайн разнообразных игр, не у всех, там, вот этих вот, знаете, онлайн клиентов по типу Steam, там, Epic Games и так далее, есть двухфакторная аутентификация. А в Sampi практически уже у всех серверов можно завести себе Google, там, аутентификаторы проходить, заходить на сервис через двухфакторную аутентификацию. Именно поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы 200 раз проверяли сборки, которые вы скачиваете на стилер. Да, разумеется, GTA, сам ютуберы рассчитывают на то, чтобы вы не проверяли все эти сборки. Однако, вы будьте бдительны и проверяйте все вот сборки на стилер. Либо не скачивайте вы, блять, эти сборки, собирайте их сами. Но, ежели вы все-таки хотите поиграть с данной сборкой, то, милости прошу, скачивайте там AWP Game Protect и всякие прочие штуки и палите эту хуйню в сборках нахуй. Удаляете там ее и все. То есть, в сборку в Sampi можно вшить не только это. Можно вшить программу, которая может удаленно управлять вашим компьютером. То есть, получить доступ ко всем вашим USB, там, и прочим устройствам. То есть, допустим, клавиатуре, к мышке, к веб-камере, если она у вас, разумеется, есть, если у вас есть там клавиатура, мышка. В общем, ко всем USB устройствам в целом. То есть, к удаленному администрированию компьютером. Эта программа, насколько я знаю, называется RMS или что-то наподобие того. Так вот, она AWP Game Protect не палится. И я, в целом, не знаю, чем она палится. Ведь это, по сути, не вирус. Это удаленное администрирование компьютером. Мол, если вам нужно управлять своим компьютером, а вы находитесь где-то там, где есть другой компьютер. То есть, вы можете при помощи данной программы администрировать тем компьютером, пока находитесь где-то не у себя дома. Где-то, где не можете получить доступ к своему вот этому вот компьютеру. Поэтому, лично я хочу вам сказать, что я не вижу ничего плохого в том, чтобы GTA сам ютубер заливали стилеры в свои сборки. Разумеется, это плохо. Разумеется. То есть, ну, хуёво так делать, потому что ты наёбываешь подписчиков так или иначе. Однако, им похуй на вас. На всех вас. То есть, вы всего лишь циферка на канале, за которую можно стабильно получать деньги. Вставлять прероллы, вставлять ещё что-то. И считаются только с теми, кто, кстати, заходит на стримы. То есть, тех знают, у тех мудрики и так далее. А если ты какой-нибудь ноунейм, который не появлялся на стримах, который не появлялся в комментариях, который был просто подписан на канал и смотрел каждый ролик, ты никто для ютубера. Да и в целом, для меня ты никто. Потому что, ну, я тебя не знаю на самом деле. Однако, я хочу сказать, что я по мере возможности ценю абсолютно всех подписчиков, пока их у меня мало. А вот как только их у меня станет много, я сразу зажрусь, буду вставлять по несколько реклам в один из того рекламный ролик, как я это делал, там, несколько лет, столетий и веков назад. Вот. Поэтому, что я могу сказать? Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Меньше доверяйте GTA сам ютуберам. В таком случае, вы будете спать спокойно. В таком случае, у вас не спиздят ваши аккаунты, не смогут подсматривать за вами через веб-камеру, не смогут, там, писать что-то на вашей клавиатуре, пока вас нет дома. А также, не смогут закачать вам какие-нибудь порнографические материалы, для того, чтобы показать их вашей маме. Там, допустим, я не знаю, Питбулли разрывает 4-летнюю девочку. Жесть, смотреть всем до конца, школьник кончил. Неважно. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.